В серии награждений началось районное оперативное совещание. Грамотами и благодарностями отметили сотрудников администрации и общественных организаций. Также наградили победителей летней спартакиады и спортсменов центра «Спартанец». По традиции участники общерайонного совещания подвели итоги работы за месяц. В июне прошло немало массовых мероприятий. День России, районные спартакиады и туристические слеты – единый выпускной бал. Потрудились неплохо, но впереди еще много задач, которые необходимо решить. В завершающую стадию входит строительство перинатального центра в Щелкове. Районные власти отмечают, важно не только обеспечить центр всем необходимым оборудованием, но и облагородить близлежащую территорию. Причем речь идет и о прилегающих домах и зданиях. Мы понимаем, что необходимо и прилегающие дома, и их фасады привести в порядок. Наша задача в этом году обустроить центр. Вы знаете, что мы и дорожные, и тротуарные строительства по необходимости ведем и на окраинах. Но задача в этом году – центр сделать притягательным до конца, чтобы каждый двор, каждый тротуар, каждая дорога соответствовала нормативам и требованиям. Также необходимо уделить внимание на ведению порядка вблизи объектов потребительского рынка и сферы услуг. На данный момент работа ведется не на должном уровне, подчеркнул руководитель администрации. Все объекты потребительского рынка и сферы услуг пройти, посмотреть, определить, соответствуют ли критериям закон Московской области о чистоте и порядке. Это надо сделать в самое короткое время и с привлечением, соответственно, государства административно-технического надзора. Одной из тем оперативного совещания стала информация о предоставлении земли многодетным семьям. На данный момент выделено более тысячи участков. О том, как проходит летняя оздоровительная кампания, рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Родионов. В первую смену в лагерях «Лесная сказка» и «Юнармеец», а также в лагерях с дневным пребыванием отдохнули около двух тысяч ребят. Также в данный момент власти района прорабатывают вопрос передачи в муниципальную собственность еще одного лагеря «Космонавт», который расположен в Вогудневском поселении. Немало времени участники оперативки уделили теме жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель руководителя администрации Дмитрий Манин сообщил, что на данный момент готовность к отопительному сезону составляет 40%. Активно в этом году продвигается благоустройство дворовых территорий, ремонт жилого фонда и дорог. Уже отремонтированы улицы Броварская, Центральная, проспект 60-летие октября, улица Рудакова и другие участки. Ремонт федеральных трасс более качественный, отмечают специалисты. В 2015 году, если бы проводился на федеральных дорогах только ямочный ремонт, в этом году, я думаю, нельзя не заметить, что проводится капитальный ремонт дороги с заменой автобусных остановок, обустройства тротуаров, в них. Это в протяженности будет 15 километров. В завершении совещания начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов рассказал об оперативной обстановке. В частности, он сообщил о громком случае нападения на рыбаков, произошедшем 17 июня в городе Фрязино. Преступником оказался 24-летний уроженец Таджикистана. В данный момент он находится под стражей.